Приветствую вас, коллеги, на очередном открытом эфире, на котором сегодня мы будем обсуждать обучение детей счёту. С вами Турьбаев Достанер Станович, преподаватель Международной педагогической академии дошкольного образования. И переходя к актуальности данной темы, хотелось бы сказать о том, что важность обучения детей счёту трудно переоценить. Ведь математические вычисления считаются одной из высших функций человеческого мозга. Считать может только человек. К тому же умение считать позволяет развивать как математическое мышление, так и мышление в общем. Счёт развивает интеллект, логику, мышление, внимание. Умение считать также пригодится человеку в будущем, так как многие профессии и также жизненные ситуации, конечно, связывают нас с счётом. Даже обычный поход в магазин требует от нас элементарного знания о том, какую сумму необходимо дать за покупку определённую, например. Это список, который можно пополнять и пополнять. То есть актуальность умения счёта также трудно переоценить. И к тому же мышление математиков и мышление шахматистов считают очень схожими, так как и в шахматах тоже нужно думать о том, какие расчёты провести, чтобы прийти к определённому результату. А шахматы, как мы знаем, также несёт за собой функцию развития, помимо логики, мышления, внимания, также воображения и памяти. То есть и многих-многих психических функций, психических процессов. Крайне важно, чтобы при воспитании у детей и обучении к счёту родители и педагоги правильно проходили этапы обучения. Какие же вот существуют этапы обучения, когда мы начинаем ребёнка обучать счёту? Первый этап рекомендуют начинать с самых ранних лет, когда мы говорим о том, что больше, что меньше, чего больше, чего меньше. Но в основном это возраст от 3 до 4 лет, когда мы уже предъявляем ребёнку различные предметы по количеству. Например, 5 морковок и 1 огурчик. Например, если это игрушки. И говорим, чего здесь больше, посмотри внимательно. И ребёнок указывает на то, что больше. В возрасте уже от 4 до 5 лет мы показываем ребёнку уже специальные пособия, игрушки, книжки. И говорим, что вот здесь, например, 5 капуст. Здесь, например, 1 стебелёк растёт. И это всё у нас есть в определённых специальных пособиях. В возрасте 5-6 лет мы уже начинаем приводить ребёнку к элементарному счёту. Например, когда я был воспитателем, мы постоянно на обедах или после обедов с детьми элементарно им загадывали загадки, которые вначале они с трудом воспринимали, но в последующем они их легко решали. Обычный счёт в старшей группе 3 плюс 3, 2 плюс 2, а потом уже переходили к более большим цифрам, больше 10. То есть перед тем, как мы перешли к цифрам больше 10, ко второму десятку, надо было освоить хорошо первый десяток. Но, тем не менее, хочу сказать, что до школьного возраста дети, которые знают цифры более 10, они чувствуют себя увереннее. Они понимают, что знают больше, чем остальные. И это их подкрепляет к тому, чтобы изучать цифры в дальнейшем. И в данном случае я бы хотел порекомендовать вам специальное пособие, которое так и называется «Счёт до 20». Это такая большая полуальбомная книжка, в которой как раз таки представлен цифрой до 20. Чем же может понравиться данная книжка вам? Давайте откроем первые страницы. На каждой странице вы сможете найти по одной цифре, по возрастанию. На первой странице цифру 1, которая сопровождается иллюстрацией и авторским стихотворением. Мишка и цапля с утра на рассвете, удочки взяли, закинули сети. Вместе рыбачат в воде голубой, стоя в болоте на ножке одной. То есть обратите внимание, как стоит цапля. Цапля изображает цифру 1. И у нас мишка также стоит на одной лапе. Этот мишка у нас сопровождает всю-всю-всю книжку. Цифра 2. Каждая цифра сопровождается какой-нибудь иллюстрацией интересной по количеству цифры. То есть показывая ребенку различные объекты, мы показываем ребенку о том, что цифр может быть больше. Цифр может быть, например, если это 3, мы говорим, что это 3 однерки. 3 раз по одному. Но, конечно же, книжка сама по себе очень интересная, очень познавательная. Здесь различные картинки представлены. Яркие, которые ребенок будет смотреть с любопытством. Но, тем не менее, нам для того, чтобы закреплять, тоже нужны различные пособия. И в данном случае я бы хотел порекомендовать вам также это пособие. Потому что оно интересно всем. Это пособие матрешки, можно сказать. Если вы откроете, например, самую первую страницу, вы найдете здесь маленькую книжку. Еще одну маленькую книжку. Книжку с заданиями. И в этих заданиях здесь необходимо соотнести различные предметы по количеству. И, к тому же, их можно дальше раскрасить. Издательство «Мозаика Синтез». Но, я вам ссылочки сейчас покажу. Вот такие задания различные представлены. То есть, книжка, она сама по себе не тонкая. Здесь много-много различных страниц. Которые можно решать, давать ребенку. Книжка не на один раз. На очень долгое пользование. И еще, что здесь есть в данной книжке, в данном пособии. Что мне тоже очень понравилось. Смотрите. Здесь есть в конце наклейки. Наклейки по количеству цифр. Цифра 1, там вот тыква, банки, да? 2. И дальше продолжаем. Второй десяток здесь тоже представлен. Зачем же нужны наклейки? А они нужны для специального плаката. Плаката с цифрами. Вот такой огромный плакат. На которые вы в дальнейшем наклеиваете наклейки. По цифру 1 тыква, да? По цифру 2 банки. И так далее. То есть, это делает, конечно же, ребенок. Под вашим чутким руководством. Как я говорил, книга – это матрешка. В которой здесь можно найти много чего. И спокойненько все тут укладывается. Перейдем к презентации. Данное пособие входит в серию Activity. Специальная ссылочка именно на это пособие. Вот я вам отправляю. Это вторая ссылочка. Только на это пособие. Так. Так оно представлено. Первая страница вот такая. Здесь я хотел бы вам дать маленькое задание. Попробуйте найти все цифры от 1 до 20. Это уже уровень для взрослых. Когда мы начинаем детей учить в счету, мы такие сложные задания, конечно же, не даем вначале. Но потом можно и давать такие арифметические задания. Так. Все, меня видно. У вас получилось найти все цифры от 1 до 20? На это требуется как минимум 20 секунд. Иногда меньше. Это сложное задание, да. Но данное задание иногда дают для того, чтобы научиться быстро считать или даже писать. Когда мы смотрим на одну точку, мы учимся фокусировать внимание на различных боковом зрении, на верхнем зрении. И тогда у нас получается видеть все-все в общей картине. Такое интересное задание тоже можно давать уже для старших детей. Продолжим. Вот книжка с заданиями, которые я показывал внутри пособия «Читаем для 20». Такие задания здесь внутри представлены. Это наклейки, которые можете тоже найти внутри. И на данные пособия сейчас распространяется также скидка 25% на сайте Школы Семи Гномов по промокоду «МПАДА». «МПАДА» – это аббревиатура нашей Международной Педагогической Академии дошкольного образования. Кстати, скидка действует сейчас пока до 12 мая. Поэтому рекомендую поторопиться, если будет интересно, приобрести то, что вам необходимо. На этом все. Хочу поблагодарить вас, что сегодня вышли в эфир со мной и послушали вот эту вот маленькую лекцию о данном пособии. Всего вам хорошего. До новых встреч.